Здравствуйте! Сегодня у нас небольшой видео обзор. Будем распаковывать, сравнивать, заряжать DualShock 4 для 4 плейки. Приобрел я его на e5.ru. Сегодня забрал. Так как у меня с консоли шел только один. Джойстик, в принципе, разряжается быстро и неплохо бы иметь второй заряженный. Поэтому я его и приобрел. Вот такая была коробочка, запакована. Смотрим, e5. В магазине распаковал. Проверил просто товар тот и тот. Что у нас здесь? Стол заказов e5.ru. Акт сдачи и приемки товара. Ну и гарантия. В коробочке также идет такой пакетик с рекламкой. Ну и сама коробочка с контроллером. Смотрите какая она. Так, что у нас здесь написано? Контроллер DualShock 4 для PS4. Так. Беспроводной контроллер DualShock 4. Совместимое оборудование PlayStation 4. USB кабель в комплект не входит. Для подключения под зарядки контроллера необходимо использовать USB кабель из комплекта системы PS4. Перед использованием этого продукта ознакомьтесь с информацией, содержащейся на упаковке и предлагаем руководству пользователя сохранять всю документацию на случай необходимости. Конструкция и сертификация могут меняться без предварительного уведомления. Так, посмотрим. Контроллер Joystick был выпущен 11 месяц, декабрь 2013 года. Купил я его по цене 2495 рублей. Доставка составила 95 рублей. Соответственно сумма вместе с доставкой 2590 рублей. Успел заказать, так как на этом же сайте теперь цена 2895 рублей плюс доставка 95 рублей. Это почти 3000 рублей. Цены, в принципе, во всех магазинах, даже на 1С интерес, уже такой контроллер стоит почти 3200 рублей. Еще цены приемлемые в интернет-магазине связной. Там можно его купить за 3590 рублей. Так что успевайте. Цены растут. Что у нас здесь в коробочке. Так, мануал, инструкция по пользованию. В принципе, ничего больше внутри нет, кроме контроллера. Сам контроллер. Давайте его вытащим. Давайте поближе посмотрим. Потому что до этого я, когда консоль распаковывал, но далековато это было плохо видно. Что в этом контроллере самое... Какие плюсы? Он очень удобно ложится в руки. Неважно, какого они размера. Ну, конечно, не у детей, у которых 3 года. По старше и взрослым удобно очень. Также имеется Touchpad панель. Стики. Смотрите, какие мягкая поверхность. Удобно удобно их нажимать. Встроенный динамик. Разъем для зарядки контроллера. Для наушников, карнитуры. Также, смотрите, стики. Они удобные. Пальцы низко скальзываются. Загнутые такие. Форма совсем другая. Лампочка такая. У контроллера Move светится разными цветами. В зависимости от режима работы. Также, microUSB. Разъем для зарядки от самой консоли. В принципе, есть специальные зарядные устройства. Зарядные станции. Я покажу, как они заряжаются. Так, давайте сравним. Четвертый DualShock с третьим. Посмотрите, у четвертого рукояти подлиннее и удобнее держать руках. У этого покороче третьего. И стики, как грибочки. В принципе, тоже мягкие. Но палец иногда соскальзывает с ним. А здесь утоплены. Какие они. Также, на DualShock 4 уже нет кнопки Select и Start. Здесь кнопка Optines и Share. По весу они, в принципе, весят одинаково. Только у DualShock какие преимущества третьего. У него аккумулятор помощнее и зарядку он дольше держит, соответственно. Кто-то плюс. Ну, может производители после Т-64 решат эту проблему. Поставят более мощным аккумулятор со временем. В принципе, ее на несколько часов, часов на 9 точно хватит работы. Это непряжелено играть. Если вы не так много играете, в принципе, на несколько дней хватит зарядки. Так, у меня вот еще один есть контроллер такой же. Он в комплекте с PlayStation 4 шел. Так что давайте попробуем зарядку. Зарядить его. У меня есть. Заранее покупал зарядную станцию Sony для зарядки. Попробуем поставить и зарядить. Вот так вот устанавливается до щелчка. Смотрите. Лампа MUF загорелась. Она будет тухнуть, загораться. Когда она перестанет совсем гореть, зарядка, значит, закончилась. Можно его извлечь и пользоваться. Также можно второй поставить до подзарядки. Стоял второй контроллер. Посмотрите, как это все выглядит. Плавно тухнут, загораются. Второй, видимо, у меня заряжен. Он тут совсем не садится. До этого заряжал его. Такое зарядное устройство. Очень удобно. Не надо включать специальную PlayStation. И гонять ее в холостую для того, чтобы зарядить контроллер. В принципе, на этом все. До встречи. Спасибо за внимание.